Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ в студии Елеман Раимбеков. 764 случая заболевания коронавирусом подтверждено к этому часу в Казахстане. Больше всего в Нур-Султане. 223 случая. И в Алматы. 121 факт. Последние случаи заражения произошли в Атараусской и Мангастаусской областях и в городе Алматы. Также зафиксировано в стране 10 случаев с летальным исходом. В Алматинской области число заболевших за последние несколько дней не изменилось. Их 10. Однако на фоне нарастающей тревожной статистики есть и хорошие новости. 58 казахстанцев вылечились от опасного недуга. Продолжаем выпуск. А этим людям песня «Кроить» и «Шить» помогает. В период чрезвычайного положения в стране перепрофилируются не только швейные ателье, но и районные ансамбли. Подробности в материале сюжета. На период чрезвычайного положения во многих регионах Казахстана введены временные ограничения. В том числе запрещено проведение зрелищных, семейных и других массовых мероприятий. Чтобы не оставаться в стороне в трудный для страны период, вокалистки районного ансамбля «Акки Мишек» посёлка Мусабек занялись пошивом защитных масок. Шьют и раздают их многодетным семьям, инвалидам, малоимущим сельчанам. Мы хотим приносить пользу нашей стране в это сложное время. Мы прилагаем все усилия для помощи малоимущим и многодетным матерям, потому что мы сами матери. Вчера, например, раздали бесплатно 50 масок. Сегодня планируем пошить 100 масок и также раздать их. В импровизированный цех швейную машинку каждая вокалистка ансамбля принесла свою. Из-под них непрерывным потоком идут готовые масочные изделия. Волонтерами серебряного возраста практически налажено бесперебойное производство средств защиты. Быть полезными обществу и вместе противостоять трудностям на сегодняшний день одна из главных задач участниц ансамбля. В то же время коллективная работа помогает разучивать новые песни из репертуара казахских композиторов. Одна из них – «Казах Еле». Мы – это ансамбль «Ах Кемешек», и мы вместе со всем казахским народом пытаемся противостоять этому злу. Поэтому шьем защитные маски. Да, мы пенсионеры, но мы думаем о наших внуках, ведь это наше наследие. И именно от нас зависит, чтобы они выросли здоровыми и полноценными гражданами страны. А песни делают нашу работу нескучной. Как говорят вокалистки ансамбля, в сундуке у казашки всегда найдется ткань белого цвета. Она и служит материалом для пошивозащитных средств. Изделия эти многоразовые. Повязки можно стирать и носить снова. Свои авторские изделия рукодельницы собственноручно дарят всем нуждающимся, внося таким образом свою лепту в общее дело. К слову, в этом году исполняется 600 лет со дня рождения Оракты Батыра. Легендарный воин был уроженцем Коксусской земли. Вокалистки ансамбля «Ах Кемешек» надеются, что к тому времени волна пандемии отхлынет, и они смогут, как и раньше, принять участие в таком большом и значимом мероприятии. Именно потому, совмещая приятное с полезным, ежедневно, сидя за машинками, участницы ансамбля репетируют и готовят новый репертуар. Евгения Присяжная, Габит Кабдрахманов, телеканал ЖТСУ, Коксусский район. Чужой среди своих. В Алматинской области задержали егеря, застрелившего краснокнижного Джейрана. Подозреваемым оказался 40-летний государственный инспектор Национального природного парка. При санкционированном судом обыске полицейские обнаружили у него тушу Джейрана и два незарегистрированных нарезанных огнестрельных оружия с патронами. Задержанный, согласно служебному положению, обязан был обеспечивать охрану животного мира на закрепленных охотничьих угодьях, пресекать нарушения правил охоты. Однако, вместо этого он сам убивал животных. Получив об этом информацию, оперативники установили наблюдение, которое доказало все его противоправное действие. Данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебного расследования по статьям 337 и 287 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания. Назначена судебно-биологическая экспертиза. Продолжаем выпуск. Стражи порядка Алматинской области в течение нескольких дней раскрыли целый ряд различных преступлений имущественного характера. Некоторые из них помогло выявить установленное видеонаблюдение. В мечети села Антамак Ильисского района 25-летний житель Жамбылского района позарился на пожертвования прихожан. Воспользовавшись чрезвычайным положением и отсутствием в мечети людей, он открыто похитил ящик, куда прихожане кладут сатаха. А вот жители Талкургана, воспользовавшись опустевшими городскими улицами, решили обогатиться за счет коммунальной собственности и по улице Алдобергинова сняли три чугунных канализационных люка, которые сдали в пункты приема металлолома. На дело подозреваемые мужчины выезжали вечером. Вместе с ними задержана и 64-летняя скупщица краденого. Как выяснилось, полицейские подозреваемые причастны к краже восьми люков. По факту кражи в мечети задержан 25-летний житель Жамбулского района Алматинской области. Подозреваемый дал признательные показания. В ходе следствия задержанный мужчина также сознался в совершении еще двух фактов кражи, один из которых также была совершена в мечети, и другая кража – это велосипеда. В настоящее время подозреваемый лицо арестовано. Продолжается проверка его причастность к другим подобным нераскрытым преступлениям. Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за разбойные нападения. Ведется досудебное расследование по статье 188, части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Новое слово в строительстве дорог. Руководство Алматинской области привлекает для работы в регионе добросовестные строительные компании, работающие с использованием современных технологий и материалов. Компания City Construction в Казахстане специализируется на строительстве и ремонте дорог. В качестве основания дорожного полотна применяется геотекстиль. Материал делает основание более прочным, долговечным и устойчивым к внешним воздействиям, что позволит эксплуатировать дороги более длительный срок, не прибегая к ремонтам. На 79-м километре трассы Алматы-Уск-Каменогорск полным ходом ведется строительство дороги с применением геотекстиля. Свыше 500 человек местного населения из числа жителей Эмбекше, Ушарала, Карабулака и других населенных пунктов Алакольского района задействованы в дорожно-строительных работах. Средняя зарплата рабочего 150-170 тысяч тенге. В зависимости от специализации. Местное население быстро освоило технику, так как многие из них работали в поле на тракторах, большегрузных автомашинах. Сейчас у нас работает 526 человек, но в летний период возникает потребность дополнительной рабочей силе. Будем набирать еще 300 человек. Без контакта, но с результатом. Борцы Алматинской области готовятся к турнирам и чемпионатам удаленно. Технику каждого приема, скорость и силовые нагрузки тренеры контролируют в онлайн-режиме. Ерлан Имангалиев возглавляет Алдокруганскую федерацию Хазак-Куресе. Большая часть его учеников формируют в сборной области. Его воспитанники не остаются в долгу перед школой и на международных стартах. И чтобы спортсмены не потеряли форму, заслуженный тренер Казахстана проводит прямые эфиры в Инстаграм, а затем контролирует процесс через программу Zoom. Я считаю, что из текущего положения выходить нужно. Ведь когда закончится карантин, спортсмены должны быть в форме. Конечно, нам предстоит еще много тренировок. Но хотя бы сохранить крепость тела крайне необходимо. Поэтому мы и занимаемся на дому. Эту практику подхватили и другие спортсмены. Думаю, это очень хорошее начинание, потому что в условиях ограничения с подобной тренировки крайне эффективны. Для удобства тренер свою комнату переделал под тренажерный зал, где есть все необходимые спортивные снаряды, гантели, штанги, спортивные жгуты. Но, пожалуй, в нынешних условиях самый главный инструмент в импровизированном зале – штатив и смартфон. В бесконтактных тренировках есть и большой плюс. Спортсмены тренируют не только крепость тела, но и силу духа. А к прямому эфиру заслуженного тренера с удовольствием подключаются также просто любители спорта и активного образа жизни. Комплекс занятий тренер проработал с учетом как интенсивных нагрузок на спортсменов, так и направленных на общее развитие несложных упражнений для любителей. Алексей Цой, Надир Хамзин, телеканал ЖТСУ. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!